Событие на Майдане это государственный антиконституционный переворот. Такое заявление сделала на своей первой пресс-конференции новый прокурор Крыма. Наталья Поклонская едва успела вступить в должность, но уже успела нажить врагов среди организаторов Евромайдана. На пресс-конференции побывала съемочная группа LifeNews. Моя миловидная внешность мне не мешала на протяжении 12 лет работы в органах прокуратуры, поверьте. Все бандитские группировки это были моими подсудимыми, которые отбывают наказание, некоторые подбывали наказание. И абсолютно она мне никак не мешает, пусть она усыпляет бдительность моих противников. 33 года, работала в Генеральной прокуратуре Украины, играет на фортепиано, любит рисовать. Но это в прошлом, сейчас она живет на работе. Новый прокурор Республики Крым готова ежедневно делать громкие заявления. Я считаю, что все, что произошло в Киеве, это произошел прежде всего антиконституционный переворот и вооруженный захват власти. Я так считала и считаю. И то, что я так думала и никогда не меняла свое данное высказывание, и высказывала его в том числе и в Генеральной прокуратуре Украины. Люди, называющие себя исполняющими обязанности президента Украины и Генерального прокурора, нелегитимны, говорит Поклонская. И такая прямолинейность ей дорого обходится. Ее легитимность, в свою очередь, активно обсуждают в украинских СМИ. Фото прокурора без формы журналисты называют фуривольными. Мало того, в Киеве на нее завели уголовное дело. Нового прокурора Крыма обвинили в захвате власти и лишили чина советник юстиции. Я говорю правду и не боюсь этой правды. Я не преступник. Я не пропагандирую нацизм, в отличие от некоторых представителей государственной власти в Киеве. Поэтому я не боюсь, пусть возбуждают. И я считаю, что справедливость все-таки победит. Как действующий прокурор Крыма Наталья Поклонская намерена обеспечить на полуострове соблюдение украинских и международных законов. Говорит, ее коллектив готов работать. Они приняли заявление от сотрудников Беркута, которые пострадали во время беспорядков, готовятся к референдуму. Что бы не решил народ на голосовании, Евромайдана в Крыму не будет, заявила Поклонская. И пусть они забудут о том, что сюда можно приехать и кричать свои бандеровские лозунги. Пусть они даже не позволяют это думать.